Привет, мои хорошие, с вами Светлана. Сегодня у нас интересные покупочки в Валбереса зоны Яндекс.Маркет. Итак, поехали. Покупочка в Валбереса. Это интересная такая щетка. Пришла она, кстати, в пупырки, вроде не поврежденная. На пункте выдачи проверили щетка, которая с паром. Как у увлажнителей воздуха, грубо говоря. Холодный обычный пар, ну, какую воду зальете. То есть параллельно вычесываете кота и моете. Почему меня такой гаджет заинтересовал? Потому что, ну, понятно, что все кошки 99% не любят мыться. Да, сейчас откроем. Но мой кот, самый спокойный, вежливый, самый умный кот на свете. Просто необыкновенный. Но когда его моешь, он просто в него вселяется дьявол. Он превращается, неизвестно, что я его боюсь. Реально. Щетки, кстати, заряжаемые. В комплекте у нас с вами фокус. То есть он что вообще? USB. USB, не Type-C, USB провод. И вот так выглядит щетка. В общем, сейчас будем пробовать. Я вам обязательно покажу весь этот процесс. Щетка пластиковая. И вот тут у нас силиконовые вот эти штучки такие. Так, это включение. Это резервуар для воды с силиконовой крышечкой. Вот он. Я предлагаю налить туда теплой водички. Налила. И вот он идет пар. Ну, это по типу, вот как мы Ксюшке покупали недавно, увлажнитель для лица. Вот он идет пар. Причем, когда боком держишь, он не идет. Пар прохладный. Кот может испугаться, потому что есть такое... Слышите, небольшое шипение. В общем, погнали пробовать. Выключился. Попытка номер один. Стой. Максик. Да ты же моя прелесть. Ты не боишься, да? Ты не боишься. Ой, тихо, тихо. Не бойся, не бойся. Ложись давай, Пузик. Давай, Пузик. Пузик тебе. Пузик. Как хорошо. Да? Какая прелесть. Ты же у меня такой хорошенький. Миленький. Ты в шоке. Ты же мой самый лучший котичек. Кот становится мокрый. Он сейчас охренеет. Он сейчас умываться будет. Давай, Пузик. Где Пузик твой? Покажи, Пузик. Покажи, маме, Пузик. Вот так, да, вот так. Вот так. Шерсти немного, кстати. В общем-то, одной рукой не очень удобно, но вот шерсти немного. Видите, выключился пар. Потому что... Ай, вода сюда не поступает. Ну, посмотрим. Посмотрим, чем все это дело закончится. Так, прикольно. Еще одна покупочка в Валберес. И что же у нас там? Здесь у нас карандаш пятновыводитель от Pink Magic. Посмотрите, как хорошо все было упаковано. Это еще один товар полюбившегося нам всем бренда Pink Magic, у которого крутой кислородный очиститель с более чем 5000 отзывов и который уже просто взорвал все маркетплейсы. Так, распаковываем. Вот так выглядит карандаш. Его очень удобно использовать. То есть мы с вами отрываем одно деление, вот это, и пользуемся. Сейчас все покажу, расскажу. У меня очень насущные проблемы, которые нужно решить. И вообще сейчас майские праздники, шашлыки и так далее. И этот карандаш прекрасно справляется с органическими загрязнениями. То есть загрязнения от еды просто идеально. И нура. Кетчуп, соусы различные. Ну, от шашлыков там пятна на одежде и так далее. Вот самое время. Прям как раз. Смотрите, у меня здесь маечка Крис после стирки. Здесь желтое пятно. Оно не отстиралось от еды. По-моему, даже от апельсинов. Мы сейчас будем все это дело с вами выводить. Дальше, конечно же, белая обувь. Весна, смотрите, вот так выглядят у меня кроссовки Ксюшкины. Сейчас покажу, как будем чистить, что будем делать. Еще у меня есть пятна на ковре. Мы тоже пойдем с вами их удалять. Вообще, очень удобно использовать карандаш именно на тех вещах, которые, допустим, целиком в машинку нельзя засунуть. Это ковры и различные ковровые покрытия. Это шторы. Это обивка мебели. То есть вот шторы, конечно, можно засунуть, но гораздо удобнее пятнышко удалить карандашом. Они никаких следов не оставляют. И у меня, кстати, ни один цвет, ни на одной ткани, сколько я уже его использую, не съел, не разъел, не оставил никаких разводов. Все в этом плане отлично. Итак, что нам нужно? Мы с вами кипятим воду. Вода должна быть минимум 50 градусов. Лучше погорячее. Обильно смачиваем горячей водой пятно. Если это у нас с вами шторы, то это можно сделать с помощью ватного диска аккуратненько или какой-то тряпочкой. Берем наш карандаш, я оторвала уже первое деление, и натираем пятно до образования обильной пены. Можно немного смочить карандаш тоже в горячей воде. Пена должна быть обязательно. Таким образом. И оставляем на 15 минут. Но, как правило, нужно гораздо меньше времени. Пятна отходят практически на глазах. Дальше берем с вами обувь. Давайте покажу вам на примере правого ботинка. Смотрите, что мы делаем. Мы тоже обильно смачиваем поверхность. Ну, так водичкой можно слегка полить, прям горяченькой. Берем карандаш, натираем нашу с вами подошву, как следует. Затем берем вот такую вот щеточку и, как следует, проходимся еще по всей поверхности. Таким образом активно образовывается пена и пятна отходят быстро. Ботинки так тоже оставляю минут на 10, потому что у нас сейчас активно облетает тополь. И вот это вот тополиные пятна их удалить действительно сложно. Поэтому пусть постоят. А мы идем с вами дальше. Сейчас мы будем вводить с вами пятна от фломастера и слайма на ковре. Вот это слайм. Обильно также смачиваем горячей водой. Берем карандашик и натираем. Вот таким образом. Мама, это еще мама. Да, очень красивый кризис. Я с тобой согласна. Пятна больше нет. Но исчезла на глазах. Дальше мы с вами берем влажную тряпочку и как следует все вытираем. Здесь у нас пятно от фломастера на ковре. Тоже его поливаем. Фломастер или пластилин даже не пойму. В любом случае я знаю, что пинг-мэджик справится. Натираем. Спасибо, мама. Тебе нравится, да, Крис? Все. Опять влажную тряпочку берем. Протираем. Как следует. Все. Прошло 10 минут. Смотрим на футболочку. Пятна практически я не вижу. Сейчас будем запускать стирку. И посмотрим, что будет. Так, кеды. Кеды у нас вот здесь вот такая обильная пена. Сейчас пойду все смывать. Еще потру щеточкой и посмотрим, что получилось. Так выглядит. Маечка от пятна не осталась из следа. Ура, ура. Теперь опрятно и аккуратно выглядит подошва. Но не сравните вообще с тем, что было. Согласны? Прям красота. Хотя вот этим кедам уже не первый год. Мы их все спасаем и спасаем. Великолепно. Вот правый ботиночек я вам показывала. Смотрите, какая прелесть. Пинк Мэджик, как всегда, не разочаровал. Универсальный, безопасный, экономичный. Удобное хранение не занимает много места. Доступная цена. Кстати, два карандашка всегда выгоднее покупать, чем один. Не оказывает негативных воздействий ни на ткань, ни на кожу человека. Абсолютно безопасен для всех членов семьи и даже животных. Эффективно разрушает самую стойкую грязь. Более двух тысяч отзывов на Зон и Валберес. Я буду карандашик использовать дальше и вам рекомендуем. Ссылочку оставляю под видео в инфобоксе. Покупки Валберес на улице, потому что они нам срочно нужны. Нам их надо срочно распаковывать. Так, первое. Это у нас фонарь велосипедный. Я, кстати, попробовала в пункте выдачи. Тут можно пальчиком подлезть, не нарушая упаковки. Горит. Он заряжается, опять же, без батареек. Очень яркий. Несколько режимов. Мигание есть, такой, как аварийка. И зарядник у него USB-шный. Распаковывает котен. Сейчас, кстати, мы с великом на ВБ приехали. Все прицепим. А это покупка Крис, которую она очень сильно тоже требует. Это сачок. Ловить майских жуков, бабочек и прочую жизнь. Он телескопический. Цена вопроса ни о чем. То есть он раздвижной. Вот. Сачок детский. Сейчас откроем. Ну и, собственно говоря, вот как он выглядит. Раздвигается он. Очень-очень длинным становится. О, подожди, Крис. Сейчас. Вот такой вот розовый. Там вообще разные цвета, но цвет приходит рандомно. Но нам как угадали. Вот такой вот розовый сачок. Короче, можно сделать покороче. Как хочешь. В общем, телескопически вот так вот классно, мне кажется, и будет бегать, ловить бабочек. Вроде такой ничего себе. Но тут обычная толстая проволока, крепкий. Если не порвет, то все нормально. Теперь держи, дружок. Пока прикрепили его вот сюда вверх. Он крепится очень легко. Здесь силиконовый ремешок. И вот такая вот штучка, как крючок. Фокус не хочет вокусироваться. В общем, вот крючок. И несколько делений. То есть на разную ширину вообще можно и пошить. Да, сейчас пойдем. Вот тут у нас сзади вход для зарядки. Ну вот. А вот так вот кнопочка. Он, кстати, очень-очень яркий. Там достаточно долго заявлено. Это он слабый свет. Почему-то на камеру мигает, но это просто слабый свет. Это вот аварийка и выключат. Три режима получается. Он очень яркий, прям классный. Мне нравится. Будет светить хорошо. Потому что иногда вечером гуляет, гоняет, чтобы вот было все вот так. Смотрится аккуратненько. Вот так на руль решили прикрепить. Ксюшка говорит, вот сюда. Но сюда его куда угодно можно было прикрепить. Но тогда он будет боком. Как бы. А тут вот так вроде. А можно даже вниз. Да нет, достала упаковку. Вот как мы его, собственно говоря, прикрепили, так он и должен быть. Вот так. Здорово. Классный фонарик. Мне понравился. Хоть себе такой бери. Куда-нибудь еще. Не знаю. На лоб. Крис на самокат можно тоже. Купочки Яндекс.Маркет. Надо мной уже девчонки там смеются. Потому что я всегда беру бумагу. Там дешевле всего. Около 290 рублей вышло. Вот это вот 12 рулонов. Надо смотреть, мониторить цены. Либо такая, либо другая. У меня всегда лежит в корзине. Я смотрю, когда дешево. Трехслойная. Зева. Классная. Всегда беру дешевле. 12 рулонов нет нигде. И в этот раз на акции. Не знаю, в момент выхода видео будет она или нет. Если что, смотрите. Там по ценой прям есть промокод. Был промокод Гигиен15. И там боксы вышли в районе девчонки 270 рублей. 268 что ли. Это вообще очень дешево. Дешево. С учетом того, что это супер плюс. Они вообще всегда дороже всего. И здесь их 16 штук. Поэтому прям хотелось взять годовой запас. Наверное, сейчас так и сделаю. Потому что цена и промокод пока адекватны. А по такой цене их уже нигде совершенно не купишь. Ну, на этом все. Мои хорошие. Надеюсь, вам было полезно и интересно. Все ссылочки, как всегда, в инфобоксе. В том числе и на карандашик Pink Magic. Всех люблю. Целую. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok